Сначала немного статистики. Из Одинцовского района в консолидированный бюджет Московской области за последние 9 месяцев поступило 9,7 миллиарда рублей. В апреле погасили долг на 4,5 миллиарда, в мае на полтора. По состоянию на 1-е, 6-е, 15-го года задолженность в территориальный бюджет Одинцовского муниципального района составила 3,5 миллиарда рублей. К сожалению, должны констатировать, что рост текущих неплатежей в мае месяце привел к увеличению на 316 миллионов рублей или 9,8%. 2,6 миллиарда рублей – это налоги на имущество физических лиц. Для работы с ними инспекторы плотно взаимодействуют со службой судебных приставов. На сегодняшний момент инспекции отдано 23 737 судебных приказов на общую сумму 677 миллионов рублей. То есть те задачи, которые перед нами поставлены по этому плану, мы, я так думаю, в те сроки, которые тоже определены, умножимся. При этом отмечалось, что в службе судебных приставов не хватает людей и, вероятно, в ближайшем времени произойдет увеличение штата сотрудников. Тем неплательщикам, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей, ограничивается выезд за границу. Работа в этом направлении ведется постоянная. Было подано 175 заявлений на общую сумму свыше 12 миллионов рублей. Сотрудники ГИБДД со своей стороны отчитались о совместных рейдах, в результате которых были выявлены несколько десятков налогоплательщиков с общей задолженностью порядка 400 тысяч рублей. Ситуацию усугубляется и проблемами с техническим и аппаратным оснащением на дорогах. Нам все равно нужно собрать транспортный налог. Даже если у вас прибор не работает, мы это будем делать. Но вы лучше назнаете ситуацию, где можно с этим судебным приставом стоять, где, допустим, при регистрации транспортных средств мы какую-то закорючку вставим, без которой, если налоги не заплатишь, никто на учет или с учета не снимет. От вас нужна была творческая позиция. Прошло три месяца, сколько там мы уже не собирались, а позиция пассивная ваша. На совещании также обсудили еще один, возможно, наиболее реальный вариант взыскания долгов. Сотрудники ДПС в ручном режиме будут останавливать транспорт, а судебные приставы и налоговые инспекторы проверять водителей автомобилей на предмет задолженности. Руководителю ФНС России по Московской области Екатерина Макарова положительно оценила проделанную в муниципалитете работу и отметила, что немаловажную роль в стратегии урегулирования задолженности играет информационная поддержка. Местная власть должна информировать жителей о возможных последствиях неуплаты налогов. В завершении встречи участники сошлись во мнении, что принятый совместный план мероприятий по погашению задолженности уже позволил консолидировать все усилия федеральных структур и муниципальных служб и начать закрывать имеющиеся просроченные налоговые обязательства. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинсо.